Доброе утро, дорогие друзья, дорогие наши слушатели. Франкфуртская книжная ярмарка и Музей современного искусства «Гараж» приветствуют вас. Третий день работы нашей пятой издательской школы и сегодняшний день посвящен разговору о литературных домах и литературных резиденциях. Лекция, которую вы услышите сейчас, это лекция о крупнейшем и, наверное, может быть самым важном не только литературном доме, но и литературной резиденции, но и в важном таком интеллектуальном литературном центре Германии. Это место называется ЛЦБ, это сокращение литерариша с коллоквиум Берлин, литературный коллоквиум Берлина. И с нами сегодня его директор Флориан Хёллерер, который расскажет о работе своего центра, своей резиденции, своего дома. Как всегда, с нами наш бессменный переводчик Михаил Перегудов. Михаил, спасибо. Мы любим и ценим всегда спокойно и надежно. Спасибо вам, спасибо, что вы с нами. Всегда наслаждаемся вашим переводом, вашим голосом. И вам спасибо. Друзья, и вам всем хочу сказать, хочу призвать вас быть не только слушателями и зрителями, но также быть и участниками нашей трансляции. В чате YouTube-канала вы можете писать свои вопросы, замечания, вопросы лектора в течение всей лекции мы собираем, и в конце обязательно отведем время на то, чтобы он смог на них ответить. Я всех еще раз приветствую, всем желаю хорошего времени с нами, хорошего дня на сегодня и передаю слово тогда нашему лектору. Флориан, пожалуйста, вам слово. Биттесчон, Sie haben das Wort, Herr Хёллерер. Здравствуйте, большое спасибо, что пригласили. Я рад вас, дорогие друзья, приветствовать с Дальнего Запада, скажем так. И сегодня я бы хотел представить вам наш берлинский литературный коллоквиум и его международную деятельность. Вы видите на экране фотографию нашего здания, это вилла на берегу берлинского озера Ванзее. Да вначале, позвольте мне в порядке ностальгии оглянуться на то, что мы делали три года назад. Помните, еще были такие времена, когда можно было путешествовать без масок и без справки о прививках. Тогда у нас была программа под названием «Allons enfants». Может быть, вы узнали первую строчку «Марсельезы». По-русски ее принято переводить, сыны «Вставайте». Связано это было с тем, что тогда Франция имела статус страны гостя на франкфурской книжной ярмарке. И у нас было несколько тандемов немецких и французских авторов. Нам подумалось, что они смогут лучше друг друга узнать, если будут не друг другу в гости ездить, а если вместе отправиться куда-то еще, в какую-то третью страну. И вот мы решили отправить эти немецко-французские писательские пары в путешествие по разным городам Европы. Одна такая пара отправилась в Россию, немецкая писательница Марион Пошман и французская писательница Селин Минар. И я сопровождал их обеих. Кроме того, я выполнял роль ведущего на мероприятиях, которые были у нас в Москве. Так, собственно, и состоялась моя первая поездка в Россию. Нам помог ее организовать Московский Геотт-институт. У нас были встречи с читателями в Москве и в Новосибирске. Мы, кстати, в Новосибирск отправились по железной дороге и хотели попасть там на литературный фестиваль. И если мы отправились туда... Ну а раз мы отправились туда на поезде, конечно, нельзя было не посмотреть и озеро Байкал. Кстати, это путешествие оставило после себя иллюстрированный дневник, путевые заметки. Их можно до сих пор найти на сайте проекта «Аллоу, Замфон». Я как раз сейчас вам показываю сайт и прокручиваю эти самые путевые заметки с иллюстрациями. Как видите, они на русском. Вот вы видите как раз эти картинки из поезда. Конечно, цвета на ней не смогли не сфотографировать в поезде, куда все за кипятком ходят. Ну и, конечно, прекрасные пейзажи. Но давайте, впрочем, вернемся к нашему коллоквиуму. L.C.B. – Берлинский литературный коллоквиум. Это самый первый немецкий литературный дом. Он был основан в 1963 году, занимает вот такую виллу. Вокруг виллы прекрасный, красивый сад. Вот тот самый сад. Это общественное пространство. Туда может прийти каждый. Валерий Кузьминский литературный дом. Вот правильная картинка. Это интерьеры. С одной стороны от нашего дома находится станция городской электрички, а с другой стороны озеро Ванзе. И, в принципе, так можно символически описать две стороны нашей деятельности, по содержанию, по крайней мере, то, чем мы занимаемся. С одной стороны мы общественное пространство, место для публики, для людей. У нас огромное количество мероприятий, очень плотные календари. Мы издаем журналы, поддерживаем интернет-порталы, организуем поездки и многое другое. Это говорит о том, что мы, в общем, экстраверты. Но у нас есть альтер-эго. И это альтер-эго как раз интроверт. Потому что с другой стороны мы еще и творческая лаборатория. У нас можно найти огромное количество разных семинаров, мастерских, мастер-классов для писателей и переводчиков. Мы предлагаем стипендии, литературные премии. Кроме того, у нас есть дом-резиденция. В этом доме есть 10 гостевых комнат, где авторы, писатели, писательницы, переводчицы и переводчики со всего мира могут какое-то время пожить и поработать. Конечно, за эти годы у нас побывало много гостей из России. Вы сейчас видите сайт, который я прокручиваю. Это как раз имена тех, кто останавливался в нашей резиденции. Давайте я вначале скажу вам еще пару слов о том, что такое литературные дома и вообще о том, как они существуют. До того, как я пришел в Берлинский литературный коллокфиум, я 13 лет руководил штутгардским литературным домом. Вот он на фотографии. Собственно, под моим руководством этот дом открылся. Литературные дома есть почти в каждом немецком городе. Это абсолютно естественная и неотъемлемая часть городского культурного ландшафта, как и кинотеатры, концертные залы, обычные театры. Как правило, такие дома находятся в центре города. Там есть ресторан, кафе, книжный магазин, зал для публичных мероприятий, выставочные пространства. В этом смысле, Берлинский дом на улице Фазаненштрасса стал первым литературным домом вот в такой форме. Собственно, он первым и стал так называться. Это учреждение было основано в 80-е годы. Крупнейшие литературные дома Германии, Швейцарии и Австрии объединяет целая сеть. Называется она literaturhaus.net. Можно найти этот адрес в интернете. Они организуют совместные проекты, и их партнер. Это германо-французский телеканал «Арте». Они планируют в будущем году организовать большую встречу европейских литературных домов, провести настоящий фестиваль. В принципе, он должен был пройти уже в этом году, но, сами понимаете, фестиваль пройдет под девизом «Acting through language» «Действовать словом». Этот фестиваль пройдет как раз у нас, в нашем литературном коллоквиуме в Берлине. Мы организуем разные рабочие группы, которые будут обсуждать будущее литературных мероприятий, то будущее, которое ждет нас после окончания пандемии коронавируса. Мы поговорим о том, как эти литературные дома могут повлиять на общественную дискуссию. Ну а в саду литературного дома участников и зрителей ждет настоящий паркур из разных мероприятий на открытом воздухе. Так мы сможем представить им литературу разных стран. В прошлом уже прошли три таких больших литературных, европейских литературных фестивалей, встречи литературных домов со всей Европы. Последняя такая встреча состоялась в румынском городе Читате. До этого мы все собирались в Лондоне, в центре свободного слова Freeware Center. А самая первая такая встреча состоялась в литературном доме в Осло, в Норвегии. Вы видите сейчас перед собой на фотографии этот литературный дом в норвежской столице. Пожалуй, сегодня это самый большой, самый современный литературный дом во всей Европе. Когда они только начинали, когда дом был основан, они взяли в качестве примера немецкую модель литературных домов. Но сейчас они эту модель, конечно, уже развили гораздо дальше. И она стала гораздо более серьезным проектом, чем на момент основания. С одной стороны, там множество мелких мастерских, где люди могут поработать над своим проектом. И с другой стороны, в этом доме почти ежедневно проходят дискуссии о литературе и эти дискуссии транслируются по норвежскому телевидению. В этом доме есть пространство для молодежи. И в целом это популярное место встречи людей самого разного возраста. Я помню экскурсию по этому дому. Я по нему ходил, я тогда еще, кстати, работал в Штутградте, в штутградском литературном доме. И вот самое большое впечатление на меня произвел самый последний этаж этого дома в Осло. Этот этаж был отдан писательницам и писателям города. Там были созданы сотни рабочих мест, куда в любой момент могли прийти все, кто занимается творчеством литературным. Они могли посещать это место в любое время суток, когда хотели провести там целый день. Аслак Мире, der damalige leiter, erklärte damals, dass der enorme публикуmserfolg des Hauses gerade auch seinen Grund in dieser этаже hat. Die tatsache, dass es eben nicht nur ein литературhaus, sondern auch ein autorenhaus war, verliht dem ganzen модел glaubwürdigkeit und attraktivität. Ich fand schon damals noch in Stuttgart interessant, wie viel dieses revolutionär neuartige Oslohaus gemein hatte mit dem ältesten Haus in Deutschland, dem Literarischen Kollokwium Berlin, das LCB, das in seiner Gründungsidee ebenfalls sehr stark ein autorenhaus war. И еще тогда, я работал, напомню, все еще в Stuttgart, мне показалось интересным, как много общего есть у этого нового революционного проекта в Осло и самого старого подобного дома в Германии, нашего берлинского литературного коллоквиума. Ведь коллоквиум тоже был основан тем, чтобы стать, прежде всего, домом писателей и для писателей. Das LCB will der Literatur keine Plattform bieten, keine Plattform, sondern vielmehr die Literatur einladen, sich tief in ihm zu verankern und sich für ihre Entstehungsbedingungen zu interessieren. Наш коллоквиум не хочет быть не просто площадкой для литературы, даже совсем не площадкой. Нет, мы хотим пригласить литературу к нам, чтобы она у нас глубоко укоренилась, потому что нам интересно наблюдать за процессом создания текста. Мы хотим, кроме того, быть местом бесед, местом разговоров, которые можно проводить публично. Причем не только проводить публично. Они возникают прежде всего потому, что годятся для публичного обсуждения эти темы и разговоры на эти темы. Они не проходят по заранее написанному сценарию. Это не инсценировка на глазах у публики. Нет, это абсолютно живая беседа. И эти места они побуждают не только говорить, но и размышлять. Это старомодная мысль на самом деле. Но, как я убедился на примере Осло, она не теряет своей актуальности. Она невероятно современная и на ней даже не успевает залежаться пыль. Для того, чтобы обеспечить этот тесный контакт между читателями и писателями, чтобы они друг с другом смогли пообщаться, мы много экспериментируем с разными форматами мероприятий. Особенно популярность, такой формат, который мы называем казино. Это связано с тем, что тот-то вилла, где мы сейчас находимся, раньше было отелем, и вот в этом отеле было казино. Что это такое? У нас параллельно на четырех разных сценах в саду и в самом доме проходят четыре разных программы. Каждые 15 минут зрители и слушатели переходят от площадки к площадке, от сцене к сцене и рассаживаются круг вокруг автора. Это такая небольшая группа людей, которая окружает писателя или писательницу, что на самом деле облегчает общение. Гораздо проще общаться, когда вы находитесь физически на одном уровне. Это проще, чем когда писатель сидит перед вами на сцене. Когда случилась пандемия коронавирусной инфекции, мы попытались эти форматы перенести в цифровую реальность. Ну и самым близким, пожалуй, вот к этим небольшим группам, которые постоянно меняются, оказались сессионные залы в программе Zoom. Переприятие нужно было переносить в интернет. Это было необходимо. Необходимо было организовывать трансляции. И так мы поняли, что это все надо увязывать с некими новыми цифровыми, материальными, но все же цифровыми пространствами, в котором публика может передвигаться самостоятельно по своему собственному плану. То, что я вам сейчас на экране показываю, это и есть одно из таких пространств, такое вот пространство скроллинга, где вы можете перемещаться так, как удобно вам. Это пространство было создано в рамках нашей летней переводческой академии. Например, вы здесь видите видеоролики, в которых представители книжной торговли рекомендуют читателям свои любимые книги. Вообще, надо сказать, что во время пандемии мы активно развивали наши цифровые форматы, их стало больше, они стали интереснее, и я хотел бы сейчас представить вам некоторые из них. Важной частью работы Берлинского литературного коллоквиума является работа с литературными переводчицами и переводчиками. Мы работаем с ними, поддерживаем их, хотим сделать так, чтобы их имена стали известны, чтобы их увидели, и чтобы они смогли друг с другом пообщаться сквозь государственные границы. Так, например, в нашем доме в коллоквиуме работает германский фонд поддержки переводов, который поддерживает собственно литературных переводчиков. Это довольно важный инструмент работы с ними, и еще хотелось бы упомянуть программу под названием Толедо. С помощью этой программы Берлинский литературный коллоквиум также поддерживает литературные переводы. Мы сотрудничаем с ними. Проектом Толедо руководит моя коллега Орелий Морен. Смысл проекта в том, что мы даем переводчикам задания во время работы над переводом книги вести дневник. Рабочий дневник о том, как они работают. Так создается материальное пространство, построенное вокруг книги. Как только перевод книги выходит в свет, мы немедленно публикуем этот рабочий дневник переводчика в интернете. Это очень интересная коллекция материалов, которые помогают рекламировать книгу, поддерживать ее на рынке. Ведь подумайте, кто лучше разбирается в этом тексте, чем человек, который его переводил. Поэтому мы активно привлекаем переводчиков к программе мероприятий, связанных с выходом книги на рынок. Часто, например, они такие мероприятия в немецкий язык, текст Александра Ильичевского под названием «Перс». Вы видите, что дневник этот иллюстрированный. Вы видите этот принцип. Это не только фото, но и фильмы, карты, материалы rund um das Buch, die sich während des Übersetzungsprozess angestellt haben. Надеюсь, вам понятен принцип. Тут не просто фотографии, иллюстрации, тут какие-то куски, пленки, негативы, может быть, даже какие-то видео есть, карты. В общем, все те материалы, которые переводчик использовал во время работы над текстом. Eine weitere facette unserer digitalen präsent ist das portal LCB Diplomatiek, das eigentlich ein Instagram-projekt ist. Es ist so etwas wie ein alternativen Nachrichtenportal mit autorinnen und übersetzerinnen als korrespondentinnen in aller Welt. Das ist so etwas wie noch einmal. Еще ein Beispiel unserer Arbeit in digitalen Изначально, как я уже сказал, это был Instagram-проект, но сейчас этот портал можно найти, в принципе, и в интернете на нашем сайте. Кстати, можно еще подписаться на рассылку. Каждую неделю по понедельникам выходит новая публикация, которая, как правило, сопровождается фотографиями и коротким текстовым описанием. Эти тексты выходят на языки оригинала, на родном языке тех, кто их пишет, но они также переводятся на немецкий и на английский. И вот в этих текстах авторы описывают свою повседневную жизнь, какие-то отдельные ее стороны и аспекты. Это просто небольшие ежедневные бытовые зарисовки, которые, однако, вписываются в более широкий общественный контекст. Тут, по-моему, у нас было несколько записей, кстати, на русском языке. Вот вы видите пример. Виктория Ломаско написала пост по-русски. И, кстати, внизу, прокрутив до конца, можно, естественно, подробнее узнать об авторе этого поста. Вы, наверное, видели внизу логотипы. Это наши партнеры в рамках проекта. Их очень много. Среди них Goethe-Institut, например, или журнал Le Monde Diplomatique. Вы все можете подписаться на эти новости в качестве e-mail-рассылки. Это абсолютно бесплатно. И каждый понедельник вы будете получать в Инстаграме или по электронной почте, смотря, что вы выберете, вот такой вот новый текст. А вот этот портал существует уже довольно давно, 20 лет. Он называется «Литературпорт», и у него очень много разных разделов. Ну, во-первых, писатели могут внести себя в вековече себя в писательскую энциклопедию, где будет информация о них и будет содержаться их библиография. Еще здесь есть возможность поиска разных проектов. Программа поддержки литературных стипендий, которые есть в немецкоязычных странах. Как видите, есть возможность очень точного поиска. Там много разных критериев, поиска фильтров. Можно отфильтровать эти стипендии, премии и так далее по стране, по жанру, по критериям отбора и так далее. Вы видите, кстати, вот эти цветные плашки. На них по-немецки написано, сколько дней остается до дедлайна, сколько дней еще можно подать заявку. Так что это довольно удобная история. В целом, я бы сказал, что это вообще самый подробный портал в Германии про вот такие литературные программы поддержки и стипендии. Еще на этом сайте есть календарь берлинской литературной жизни. Там можно найти информацию о том, кто, когда и где, что проводят в Берлине про литературу. А в берлинской литературной жизни это довольно богатый мир. Там от 80 до 100 организаций регулярно что-то проводят. Вы видите, кстати, обзор площадок берлинских. Это литературные разные дома, центры, в общем-то, куда можно сходить. Однако позвольте мне обратить ваше особое внимание на программу Writers at Berlin, писатели в Берлине. Мы предприняли попытку нарисовать карту берлинских литературных миров. Это связано с тем, что в Берлин приезжает очень много писателей из других стран. И они приезжают не одни. Они привозят с собой весь свой окружающий литературный мир. Это журналы, издательства, книжные магазины и многое другое. В последние десятилетия в Берлин приезжая в Германию начинали писать по-немецки. Таким образом, они вносили свой вклад в развитие языка. Мы у них находили какие-то новые языковые вещи и новый подход к материалу, к теме. Они очень сильно повлияли на современную немецкую литературу. Можно назвать в этой связи такие имена, как Терезия Мора, Саша Станишич, Ниноха Ратишвили, Мариса Бодрожич или Денис Утлу, Сентуран Варадхараджа. Но в последнее время тенденция меняется. Все чаще и чаще мы видим, что люди переезжают в Берлин и продолжают писать на своем родном языке. И этот их родной язык, текст, на нем написанный, тоже становится частью немецкой литературы, национальной литературы. Это понятие расширяется. Это находит поддержку и на уровне официальных властей. Например, сейчас Берлинское городское управление по культуре, несколько лет уже на самом деле, у них есть стипендиальная программа, специально ориентированная на живущих в Берлине писательниц и писателей, которые пишут не на немецком языке. Раньше такие программы были, например, для хореографов, для музыкантов, и они тоже не были связаны с условием выучить немецкий язык, прежде чем получить такую стипендию. Надо сказать, что пока это такая характерная берлинская история, и мы уже сейчас понимаем, что это точно повлияет на современную литературу. Это уже очевидно. Мы также имеем небольшую рубрику с изготовленными видеопортретами к авторам из этой рубрики «Writers at Berlin». И мы сейчас увидим небольшой выпуск из одного из фильмов, и это Юлия Кисина, русская авторина в Берлине. На нашем сайте мы собрали целую подборку видеопортретов писателей и писательниц, которые участвуют в этой программе «Writers at Berlin». Один из таких видеопортретов, отрывок из него довольно небольшой, мы хотели бы вам сейчас показать. Писательницу зовут Юлия Кисина. Вы сейчас это видео увидите на языке оригинала, но там есть английские субтитры, в принципе, текст несложный, его довольно легко можно понять. Мы не будем переводить этот ролик для того, чтобы вы послушали голос человека, окунулись немножко в атмосферу. Повторю, текст несложный, титры, я думаю, помогут вам примерно разобраться в том, о чем там речь. Итак, давайте запустим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 ! Спасибо! ! Спасибо! Спасибо! ! Спасибо! ! 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 Сondern, dass mehr und mehr im modernen Betrieb die Literaturveranstaltung auch Teil der Literaturgeschichte ist. Und nur wenn man auch die Veranstaltungen archiviert und sammelt, archiviert und sammelt man Literaturgeschichte. Es ist in Deutschland auch einfach ein wichtiger Bestandteil der Einkommen von Autorinnen. Also das ist wachsend und deshalb ist die Corona-Zeit auch so problematisch für Autorinnen gewesen, weil ihr Einkommen vor allem von den Einnahmen der Veranstaltungen abhängt. Aber auch inhaltlich gibt es immer mehr Autoren, wie Marlene Strejowicz, die sagt, ihr Buch ist eigentlich nicht fertig, wenn es gedruckt da liegt, sondern es ist erst fertig, wenn sie es vorgelesen hat. Wenn die Stimme zu den Buchstaben hinzugekommen ist. Und weil ich das gerade gesagt habe, genau, jetzt in Zeiten der Pandemie ging es, speziell den Jugendbuchautorinnen sehr schlecht, obwohl es den Verlagen gerade in Pandemie-Zeiten im Bereich Kinder- und Jugendbuch eher gut ging, weil viele Bücher für zu Hause, für Homeschooling gekauft wurden, aber eben der gesamte Schullesungsbereich wegfiel. Vielen Dank. So, jetzt wollte ich Ihnen noch zum Schluss ein werdendes Projekt vorstellen. Das Projekt heißt »Woo – Villa of One's Own« und ist natürlich eine Anspielung auf »Room of One's Own« von Virginia Woolf. Und es ist ein Versuch, ein Projekt, ein Programm für Web-Residenzen, beziehungsweise für Hübride-Residenzen aufzusetzen. Und das wird uns noch das ganze nächste Jahr in Anspruch nehmen. Wohlwissend, dass nichts einen physischen Aufenthalt ersetzen kann, ist es der Versuch, einige Charakteristiken von Residenzen ins Virtuelle zu übersetzen. Der Austausch der Autorinnen und Übersetzerinnen untereinander mit den Mitarbeitern des Hauses. Normalerweise kochen wir einmal im Monat für unsere Stipendiaten. Gespräche mit der Literatur und Verlagsszene der Stadt. Präsentationen für das Publikum. Was wir hier bedenken? Wir bedenken, auf jeden Fall, die verschiedenen Dialog-Formaten für die Wissenschaftler, für die Sprüche, für die Sprüche, damit sie miteinander miteinander verbinden können. Es ist natürlich, dass sie in die Dialog mit den Mitarbeitern des Hauses. Wir bedenken für unsere Stipendiaten. Wir bedenken für unsere Stipendiaten. Außerdem, wie gesagt, hybride Residenzen, also analoge Residenzen, die mit digitalen kombiniert werden. Das heißt, eine Form der Netzwerkpflege. Man behält sein Zimmer, auch wenn man abgereist ist. Ein positiver Effekt virtueller Residenzen. Wir haben es letztes Jahr eben auch schon ein paar Mal ausprobiert, allerdings ohne neues Tool, ist die Möglichkeit der Kooperation mit anderen Stipendiatenprogrammen. Außerdem die Vertauschung der Rollen von Gast und Gastgeber. Der Autor kommt nicht allein, sondern er bringt seine Szene in den Aufenthalt mit. Das heißt, er ist nicht nur Gast, sondern selbst auch Gastgeber mit seiner Infrastruktur. Wir wissen, dass diese Formaten auch einen positiven Effekt bringen. Denn in der Virtualen Welt kann man mit anderen Stipendiaten mit anderen Stipendiatenprogrammen. Ansonsten, wir jetzt experimentieren, um zu verändern, 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 um zu verändern. Und bei aller Sehnsucht wieder zu unserem alten Betrieb zurückzukehren, und wir werden jetzt im Juni wieder gelegenheit haben, wenigstens Open-Air Veranstaltungen im Haus zu machen. Also bei aller Sehnsucht wieder zum alten Leben zurückzukehren, sehen wir durchaus auch eine neue Herausforderung, die die Arbeit des Hauses verändert. Wie viele andere auch haben wir in dieser Zeit der Pandemie entdeckt, dass wir ein Publikum für unsere Veranstaltungen und Programme haben, das jenseits von Berlin auch existiert. Das heißt, wir haben plötzlich selbst unsere rein deutschsprachigen Programme haben ein weltweites Publikum. Und das wollen wir natürlich weiter pflegen, und es verändert auch die Art, wie wir Veranstaltungen machen. Dabei hat sich ein Gedanke, der schon vor Corona eigentlich klar auf der Hand lag nochmal radikalisiert. При этом мы вспомнили о некой мысли, которая нам приходила в голову еще до пандемии. Но сейчас эта мысль особенно отчетливо предstает перед нами, перед глазами. Немножко. Немножко. Я думаю, что это не достаточно, программным образом, чтобы делать, чтобы делать, чтобы делать, чтобы делать, чтобы делать. Eine moderne Form des Programmmachens darin besteht, von vornherein das Publikum mit in den Prozess der Programmierung mit hineinzuziehen. Das heißt, die Szenen, mit denen man später arbeiten will und die man später als Publikum möchte, oder die Länder, mit denen von vornherein das Programm mitzugestalten. Das heißt, das Prozessuale mehr zu betonen. Мысли вот какая. Недостаточно просто создать программу, все сделать и дальше сидеть и ждать, что к вам придут люди. Нет. Надо с самого начала этих людей вовлекать в создание программы, думать о тех, для кого вы это делаете, об аудитории, о литературных мирах, о читателях или о тех странах, собственно, на которые ориентируется эта программа. Они сразу должны быть ввлечены в процесс. Вот сам процесс мы хотим попытаться организовать по-другому. Also, kurzum, wir hoffen und wollen die Hände ausstrecken auf ein Publikum jenseits der Stadt Berlin. Also, sehr gerne auch zu Ihnen und ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Innymi словами, мы очень надеемся, что в будущем мы будем общаться не только с берлинцами, но и с людьми со всего мира. Надеемся очень, что и с вами, дорогие друзья, тоже. На этом позвольте сказать вам спасибо за внимание. Wir bekommen gerade jetzt Fragen. Вопрос. Сколько человек работает в коллоквиуме и сколько из них задействовано в работе с виртуальными инструментами литературного коллоквиума, сайта, порталов и прочее? Вопрос. Сколько человек работает в више работе? Это коллоквиум фарматией и работе. Какопии коллоквиум производит vendor Did you create Professor's Fine� messages? Вопрос. Вопрос. Это невероятно. Вопрос. Попотребление скажет про дату иege всего, большинヤ cease socотажиров и документы определяются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все верно, это очень хороший вопрос на самом деле, потому что он дает мне возможность продемонстрировать вам лица тех людей, вы их только что видели на экране перед собой, лица тех людей, которые все это делают, благодаря которым все это вообще существует, наша команда. У нас есть и штатные сотрудники и внештатные, ну всего это где-то от 15 до 20 человек. Надо сказать, что у нас есть еще что-то вроде небольшого гостиничного бизнеса в этом доме, то есть там можно снять комнату и остановиться, это тоже требует довольно серьезных усилий. Вы видели лицо господина Беккера вначале, который за это отвечает. Эти люди отвечают и за работу с общественностью, и за публикацию журналов, собственно, за комнаты, за то, чтобы они были в нормальном состоянии, комнаты, в которых живут писатели, когда находятся у нас, за работу над проектами, за проект ЛЦБ Дипломатик, за поддержку переводов и за многое-многое другое. Und wenn das indirekt eine Frage nach unserer Finanzierung war, dann kann ich dazu vielleicht auch noch sagen, dass das Haus dem Senat von Berlin gehört und der Senat von Berlin trägt auch die Hälfte unseres Gesamtbudgets. Und die andere Hälfte ungefähr wird durch externe, private, öffentliche Projekte, Partner, Eintrittsgelder, ein Freundeskreis, also externe Geld eingeworben. Vielleicht ein letzter Satz, weil das tatsächlich ein Grundmodell der deutschen Literaturhäuser ist. Das ist oftmals der Besitz der Immobilie und sozusagen die Möglichkeit, so war das noch stärker bei mir in Stuttgart, die Möglichkeit mit der Immobilie auch sozusagen das Budget möglich zu machen, indem man es an Restaurants verpachtet, an Buchhandlungen, der Bereich Vermietung eine wichtige Rolle einnimmt und das dann korreliert mit öffentlichen und privaten Zuschüssen. Und noch eine Frage zu sagen, dass so wichtig, 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 dass so viele deutsche Literaturhäuser sind, das sind, in denen sie befinden. Эти здания, как правило, в собственности самого литературного дома, самой организации. И это уже очень серьезная вещь, потому что за счет сдачи части площадей в аренду, например, ресторанам или кафе, книжным магазинам и так далее, мы можем зарабатывать. Это важная часть наших доходов, и сдача таких площадей в аренду играет важную роль в финансировании нашей работы. Второй вопрос. Есть ли у ЛЗБ спонсоры? Есть ли у ЛЗБ спонсоры? Есть ли у ЛЗБ спонсоры? Es gibt die Allianz Kultur Stiftung und es gibt die öffentlichen Stiftungen wie die Bundeskultur Stiftung. Das sind alles Einrichtungen, bei denen man die spezielle Kulturprogramme haben, bei denen man sich bewerben kann. Mit der Robert Bosch Stiftung sind wir die nächsten vier Jahre noch in großen Projekten verzahnt. Wir hatten aber vor allem, das hätte ich Ihnen jetzt auch noch vorgestellt, das Grenzgänger-Programm gemeinsam gemacht. Ich sage gleich noch zwei Sätze dazu. Vielen Dank. Dieses Projekt Grenzgänger hat fast ein Drittel unseres gesamten Budgets in Anspruch genommen. Vier ganze Stellen hatten wir dafür. Es ging darum, um Reise-Stipendien, nicht nur für Autorinnen, sondern auch für Fotografen, Journalisten, verschiedenste Bereiche nach Asien, nach Afrika, aber auch sehr stark, das war der Ursprung nach Osteuropa. Und man muss leider sagen, dass die Tendenz gerade in Deutschland dahin geht, dass diese großen Stiftungen sich eher aus der Kultur zurückziehen und sich sozusagen anderen Themen zuwenden. Und das hat auch dazu geführt, dass die Robert Bosch Stiftung ihre sämtlichen hundert Kulturprogramme eingestellt hat. Das heißt, wir haben das jetzt noch drei Jahre als auslaufendes Programm, auch Villa of One's Own zum Teil. Aber danach stellt die Robert Bosch Stiftung ihre Kulturförderung komplett ein und das gilt auch für die Mercator Stiftung, eine andere große Stiftung. Stiftung. Es ist die spannende Frage, ob die öffentlichen Stiftungen ein bisschen diesen Platz einnehmen, den die Lücke, die jetzt im privaten Bereich, in der Kulturförderung gerissen wurde. Das ist jetzt durch Corona nicht gerade leichter geworden. Und da ist die Frage, ob wir auf die Кто принимает решения, кто получит стипендию, а дает себе предпочтение конкретным языкам и странам. Woher kommen Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer? Bewerben sie sich selbst oder werden sie von ihnen eingeladen? Wie passiert das? Von wem muss die Initiative kommen? Wer entscheidet am Ende, wer ein Stipendium bekommt und wer nicht? Haben sie Vorzüge, was bestimmte Länder oder Spracheräume angeht? Was bevorzugen sie oder gar nichts? Ja, das ist eine komplexe Frage, weil tatsächlich unser Residenzprogramm aus ganz verschiedenen Förderern und verschiedenen Projekten besteht, die ganz verschiedene Anforderungen haben. Also zum Beispiel unsere ganzen deutschsprachigen Stipendiaten müssen jünger sein, das heißt nicht älter als 40 und dürfen nicht in Berlin wohnen. Die bewerben sich, da gibt es ein Auswahlverfahren, eine Jury. Dann gibt es, was die ausländischen Autorinnen und Übersetzerinnen angeht, eben auch ganz verschiedene Partner und ganz verschiedene Strukturen. Unser hauptsächliches Programm, das vom Auswärtigen Amt gefördert wird, gibt uns schon die Gelegenheit, relativ eigenständig uns die Gäste bei uns im Hause auszusuchen. Wobei natürlich Kriterien sind, gibt es einen Verlag, macht, also grundsätzlich macht dieser Aufenthalt für den Autor Sinn, macht er Sinn für unser Publikum und macht er vielleicht eben auch für den Literaturbetrieb, speziell die Verlage, Sinn. Wir sind in engen Austausch und versuchen natürlich dann auch im Blick zu behalten, wo Bücher erscheinen, Buchpremieren sinnvoll sind oder wo Autorinnen tatsächlich einen Aufenthalt für Forschungszwecke benötigen, beziehungsweise ihnen vielleicht auch noch einfach dieser physisch Kontakt zur hiesigen Szene fehlt, um einen Schritt weiter zu kommen. Das ist ein Problem, weil es viele verschiedene Projekte, verschiedene Programme, die alle zwei einzelnen Kriterien sind. Das ist die Frage, in welcher Programme die Leute zu uns in die Residenzienz. Wenn wir über die Ausführung aus Deutschland sprechen, sie sollten nicht mehr als 40 Jahre sein, sollten nicht mehr als Berliner, sondern auch nicht mehr als Berliner, sondern auch nicht mehr als Berliner. Wenn es die Ausführung aus der Welt ist, dann auch bestimmte Kriterien, die zahe ich an, in welcher strukturen erlösert, wie viele Partnerinnen erlöser wird. Die Zahl der Ausführung, die, 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 die mit den Ausführungen sind, finanziert die Ministerien und der Ausführung der Deutschen. Und da, wir, zufrieden, können wir, zufrieden und freiwillig wählen, wer wir zu uns kommen. Es gibt noch einen Kriterien. Wenn es dir die Ausführung des Verlusts, wo es die Knieg dieser Ausführung ausbauen ist, ist es eine договоренность, ob sie überhaupt nicht mehr Sinn für jemanden zu kommen für jemanden zu kommen. Was das da? к публике, литературному процессу, самому автору, где книга будет выходить. Может быть, эта поездка, это пребывание в резиденции связано не с написанием текста, а с какими-то научными исследовательскими целями. Или автору просто необходим прямой, живой, непосредственный контакт с местным литературным миром для того, чтобы развиваться дальше. Это все, безусловно, влияет на отбор. И, может быть, еще один вопрос. Вне нашего собственного центра мы также имеем партнеры в мире, как очень важно, что в Гёте-институт, многие из наших стипендиаций, которые тоже нам рекомендуют, благодаря которым люди попадают в резиденцию. Наверное, самое важное из них – это Гёте-институт, немецкий культурный центр имени Гёте. По рекомендации коллег оттуда приезжает очень много писателей, по рекомендации или в рамках совместных проектов. И один последний Satz, weil das auch noch wichtig ist. Мы работаем jedes Jahr mit den Buchмессен zusammen и также mit den Лендerschwerpunkten der Buchмессен в Литзи и в Франкфурт. И dort haben wir regelmäßig mehrere Стипendiaten, meistens vier, auf einmal vor den Buchмессен в нашем Haus und wählen dann diese Autorinnen gemeinsam mit den Ehrengastkomitees der Länder aus, wie überhaupt die Ausländer, genau, wir auch oft einen Ausländischen Partner haben. И совсем последняя фраза, отвечая на этот вопрос. Мы, конечно, тесно сотрудничаем с немецкими книжными ярмарками. Каждый год, собственно говоря, ярмарки в Лейпциге и во Франкфурте. Потому что у них бывает страна-почетный гость тоже каждый год. Естественно, мы с ними вместе отбираем, как правило, четырех человек из вот этой страны, и они приезжают к нам в резиденцию до начала этой книжной ярмарки и над чем-то там работают. Так что потом в рамках программы ярмарки мы могли об этом рассказать и итоги работы представить. Такой отбор происходит совместно с комитетом ярмарки, который занимается организацией программы страны-партнера или страны-почетного гостя. Насколько важен стаж работы переводчика, подающегося на одну из перечисленных сегодня стипендий? Übersetze Rennen und Übersetze Stipendien Spielt da die Berufserfahrung eine Rolle oder gar keine? Auch da gibt es Programme in alle Richtungen. Es gibt natürlich beide Sprachrichtungen. Wir haben sowohl, es gibt sowohl Stipendien, speziell auch, da ist natürlich für Stipendien besonders der deutsche Übersetzerfonds zuständig. Das ist nicht das LCB, aber er sitzt im gleichen Haus. Und es gibt Stipendien für beide Sprachrichtungen, das heißt aus dem Deutschen und ins Deutsche. Und es gibt sowohl Programme für angehende Übersetzer-Workshops. Es gibt jedes Jahr eine große Übersetzer-Werkstatt, wo junge Übersetzerinnen in Werkstätten gemeinsam an ihren Übersetzungen arbeiten. Und es gibt natürlich auch die großen Programme, wo es eine Jury gibt und wo man sich dafür beauftragt. Da ist tatsächlich immer auch voraussetzung, dass es bereits ein Vertrag mit einem Verlag gibt. Und nur dann bekommt man Förderung zum Übersetzen eines konkreten Buches. Das ist ja auch ein Verlag. Es gibt verschiedene Programme. Во-первых, надо сказать, dass wir die Verwürfe in beide Seitenen. Wir machen nicht nur die Verwürfe, sondern auch die Fonds für Verwürfe. Das ist eine andere Organisation, die sich in der Zeit, wie wir in unserer Kollokwium haben. Das sind die Verwürfe und die Niemache von demnischen Sprachricht. Es gibt die Verwürfe, die Verwürfe und die Verwürfe. Das ist natürlich ein Mastere-Klasse. Es gibt die Verwürfe für die Mastere-Klasse. Для молодых переводчиков, где они вместе работают и какие-то новые приемы своего ремесла могут отточить или узнать о них. И есть очень большие программы, где есть серьезное жюри, отбирающее переводчиков и переводчиц для участия в таких программах, но там необходимо, чтобы уже был заключен договор с издательством на издание этого перевода. То есть книга должна выйти, и тогда мы предоставляем финансовую помощь для работы над конкретным переводом конкретной книги, которая потом должна выйти в свет. Я думаю, это была бы хорошая идея, себя на ньюслеттере снять. Это не стоит ничего. Программа скорее ориентируется все-таки на местных переводчиках, переводчиках на тех, кто в Германии работает и переводит на немецкий язык с других. А с чем связано закрытие культурных проектов частными фондами? Warum zieht sich die private Wirtschaft aus культурпроектов zurück? Auch eine gute Frage. Ja, also es ist etwas, was wir im Kulturbereich auch sehr kritisch sehen. Offensichtlich herrscht der Gedanke vor, dass man als Stiftung einen Schritt nach vorne macht und auch sozusagen bedeutender und wichtiger wird, wenn man eher gesellschaftliche Probleme angeht. Wie natürlich, das ist dann pro Stiftung ganz verschieden, was es sein kann. Migration, Klimakrise, Gewalt, Prävention, das sind alles Themen, auf die sich die Stiftungen, wo sie denken, die sind jetzt wichtiger, wichtiger als Kulturförderung. Unsere Argumentation ist natürlich, dass, und das hat sich ja tatsächlich in Jahrzehnten bewegt, dass selbst wenn man diese Themen angehen will, dass Literatur und Kultur nicht der schlechteste Weg ist, etwas wirklich, wenn man auch nicht so viel Geld hat, wie Bill Gates, dass man als kleinere Stiftung durchaus gut beraten ist, mit kleinen, konkreten Schritten anzufangen und dass Kultur da der nicht der schlechteste Ausgangspunkt ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Кто из российских авторов или переводчиков, которые жили и работали у вас, запомнились вам больше всего. Die nächste Frage spricht russische Autорinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer an. Viele waren schon bei Ihnen in den Residenzen. Wer ist Eya, wer ist am meisten in Erinnerung geblieben? Oh, das kann ich gar nicht jetzt so beantworten. Jetzt fällt mir konkret Viktor Jerofev ein, der sehr eindrucksvoll auch noch mal diese, das ist mir gerade in Erinnerung geblieben, wie er den Unterschied machte zwischen russischen Szenen in Berlin und russischen Szenen in Paris. Denn dort gibt es ja auch eine große russische Literaturszenentradition. Und er hatte das damals ganz kategorisch so geteilt, dass die Personen, die Russland wirklich verlassen wollten, nach Paris gegangen sind. Und die Autorinnen, die eigentlich in Russland bleiben wollten und sich ihr russisches Leben weiterleben wollten, dann nach Berlin gekommen sind. Und es gibt tatsächlich sehr schöne Beispiele, natürlich auch von Nabokov, die frühen russischen Romane, die sozusagen zwar in Berlin spielen, aber komplett in russischen Diskursen und eigentlich Deutsche nur als Russ-Schaffner und Kinoabreißer und als Kulisse auftaucht. Und in Grunde, das komplett russische Themen und auch ästhetik sind. Also, russische Autorinnen, die aus Russland verabschieden, die aus Russland verabschieden sind, und er hat sich nicht verabschiedet, dass er, dass wenn jemand aus Russland wirklich aus Russland verabschiedet hat, dann geht es in Paris. Aber wenn jemand wirklich aus Russland verabschiedet möchte, dann geht es in Berlin, weil er dort kann, dass er dort leben kann, dass er seine russische Welt ist, nur in Berlin, nicht in Russland. Es gibt примеры aus der historischen Literatur, die ihn подтвержdeten. Владимир Nabokov, zum Beispiel, er ein paar Jahre lang in Berlin, und dann, indem er die Riemmer behindregen, als Grove, dass er ihre Eichaamme handelt, dass sie in den großen Riemmer ist, wo auch in Borl smarten, wo er down und die Lage ist. Aber in Berlin hat er, wenn afore ganz Eigenschaftlich, in den Lenks managementiroben, in Ihrem Ermel der Riemmer nichts. Er hat er in einer Rolle mitten in Riemmer, in der Riemmer, die er von da r jury sind. Oder in der Riemmerwann, der rüchsteht in Riemmer. Also, hier 허beige Einladung. Das ist alles, das gehört, der Riemmer ist. Вы знаете, не могу вам сказать, к сожалению, мне правда жаль, не знаю, над чем она работала. Может быть, она еще там была до того, как я пришел в литературный колокольчик, но я только с 2014 года там работаю. Какие книги вы читаете сами и какие авторы ваши любимые? Каких немецких авторов вы бы рекомендовали в российской аудитории? Какие книги вы читаете сами и какие авторы ваши любимые? Oh, да, это всегда такие сложные вопросы. Also, ich habe jetzt gerade Clemens Setz gelesen, der auch bei uns jetzt zu Gast war. Sehr interessant ist auch die Renaissance von Audre Lorde, einer im Bereich Black Studies wirkenden Autorin, die in Berlin gelebt hat. Ein sehr schönes Buch, das ein bisschen in der Zeit versetzt, ist Lutz Seiler, Stern 111. Also, aber das ist immer schwierig, da jetzt sozusagen Empfehlungen zu geben. Leif Rand ist sicherlich ein wichtiger Autor zurzeit. Und ich meine, wenn man schon dabei ist, Marion Poschmann hier auch mit dem Schwarz-Weiß-Roman ein dezidierter Russlandbezug in ihren Werken hat und auch in ihren neuen Büchern. Also, wie leifet ihr Fragen haben, natürlich. Ich würde gerne gerne Fragen stellen, aber das gerne, das ja gar nicht zu sagen. Ich würde gerne, Klemens Setz, ich würde Ihnen gerne bedenken Sie mir. Oder, sagen wir, Audre Lorde, eine sehr interessante Angelegenheit, sie aktivistische борzegsliche Probleme für die Menschen, vor allem für die Menschen, die Menschen, die auch sehr eine rensucht. Sie haben also eine renaissance, die wir jetzt überlegen. Oder, Lutz Seiler, eine sehr interessante Angelegenheit, so eine Angelegenheit, Да, ну и раз уж зашла об этом речь, Marion Poschmann. Ее имя звучало в самом начале, у нее есть такой черно-белый роман, где довольно серьезную роль играет Россия. Там России много, так что этот текст тоже могу вам посоветовать. Das war schon die letzte Frage. Ich glaube, damit können wir dann abschließen und vielleicht, wenn Sie zum Schluss noch ein paar Worte sagen möchten. Ja, also es hat mich gefreut, wenn ich Sie auch nicht sehe, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich sehe jetzt auch gerade auf unserer Homepage diesen sehr positiven Satz. Wir können wieder Publikum im LCW willkommen heißen, also auch wirklich ab heute. Sie sind live dabei, wo wir unsere ersten Veranstaltungen wieder ankündigen. Wir haben nicht so viel gesprochen über die, natürlich auch die Schattenseiten von Corona. Da kann man vielleicht noch einen Aspekt nennen, der uns etwas, wo wir ein bisschen uns fürchten vor, das ist die Tendenz, internationale Lesereisen nicht stattfinden zu lassen, sondern stattdessen eine zentrale, digitale Lesung, die sozusagen dann in viele verschiedene Orte ausgestrahlt wird. Das heißt, da ist für uns wichtig, natürlich doch noch mal zu zeigen, wie zentral die physische Begegnung, die individuelle Begegnung mit dem Autor ist und alles, was sozusagen in Richtung serielle Literaturveranstaltungen geht, eigentlich nicht die Chance und das Potenzial von Literaturhäusern angeht. Aber vielen Dank für alle Ihre Aufmerksamkeit und die sehr interessanten Fragen. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Ich habe, vielleicht nicht so viel gesagt, über die eher fröhliche Forderungen dieser Pandemie. Конечно, sie hat sich sehr gut gemacht. Например, wir Angst, dass jetzt die ganzen Begegnung auf diese ganzen Begegnung für die Menschen, für die Menschen, für die Menschen, für sie mit ihnen. Wir Angst, dass sie in einem Moment von dieser Begegnung und sie werden, sagen wir, ein ganzes, ganzes, ein ganzes, ganzes, ein ganzes, ganzes, online, in cifflosem Format, und es wird überprüft werden, 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 когда зайти и его, это мероприятие, посмотреть. Это, конечно, грустно, потому что, я повторю, ничто не заменит физический контакт, личный контакт, индивидуальную такую вот встречу с автором. А когда эти мероприятия станут какой-то рутиной, будут просто так вот в интернете друг за другом проводиться, это плохо, потому что так мы упускаем шанс создания настоящего совместного дискурса, именно тот шанс, тот потенциал, которым всегда обладали, до сих пор обладают литературные дома. Вот так. Так что еще раз, друзья, большое вам спасибо и отдельное спасибо за очень интересные вопросы, которые вы задавали. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok